Я только что вышла с департамента полиции города Алматы. Там мне объяснили, что Толгана Ержанова, майор полиции, старший следователь по особо важным делам следственного управления города Алматы, подала запрос в Народный банк Казахстана, чтобы наложили ограничения в рамках уголовного дела, какого-то, которого я в глаза не видел. Я предполагаю, что это 45-я статья, участие в экстремистской организации. Они наложили ограничения на счета мой, моей сестры и пенсионную карту моего отца. Каспий банк не был затронут. Каспий банк нам ответили, что они просто так никакие ограничения не ставят, только по судебному постановлению. Поэтому по Каспий банку у меня вообще претензий и вопросов нет. Народный банк, с Народного банка нам сказали, что был наложен арест, но полиции мне объяснили, что это только ограничения, но на 10 дней и в течение 10 дней проверяются все эти счета, какие были поступления, откуда были поступления, расходы и так далее. Я просто в шоке, что могут вот так вот взять любого человека, якобы свидетель с правом на защиту, просто взять и наложить такое ограничение. Я задал вопрос, в течение 10 дней мы на что должны жить, собственно? И на что Толганая Жанова ответила, что ну как-то проживете. Ну то есть никого абсолютно не волнует, там, ешьте макароны, да, пейте воду. Ну сейчас уже, кстати, вот где-то в обед я видел, что ограничение стояло, и сейчас я уже проверил свой счет, и сестра, и отец разблокировали, и ну все нормально. Но однако в полиции сказали, что в течение 10 дней они будут просматривать наши счета. Но я не знаю, что они там будут искать, меня никто не финансирует, я всю свою деятельность осуществляю только как балансер. Поэтому я просто сегодня был в шоке, извиняюсь, наверное, за импульсивное поведение перед всеми. Вот, можете снять, вот группа поддержки, да, я благодарю всех. Или я была похуже. Да, я хочу также поблагодарить всех, кто там в интернете пишет, звонит мне, кто там, посты, лайки, репосты, сториз, ну, любая ваша поддержка сегодня она помогла, потому что иначе бы этот вопрос остался бы просто без ответа и без решения, и в течение 10 дней мы бы вот так ходили без денег, да. Наша деятельность вся открытая, Итальянская Федерация по правам человека работает во многих странах. Наша деятельность, ну, точнее, деятельность Федерации только за счет грантов Европейского Союза. Сами мы, казахстанские волонтеры, работаем бесплатно и несем даже определенные финансовые потери, так как мы ездим на суды, в ДВД, ищем адвокатов, помогаем финансовые штрафы, да, кому-то оплачивать, и несем только потери, никаких поступлений мы не получаем. Это я уже неоднократно заявлял, и неоднократно мне говорили, что вот вас якобы финансируют, даже сумму называли баснословную. Я просто в шоке, я на автобусе езжу, да, и я просто не понимаю, это полный беспредел людей на улицах. Я вот в последние дни вижу, что людей просто на улицах, просто прохожих, которые вообще полностью, наверное, аполитичные, ходят по своим делам, их просто задерживают, просто возят в автозаках, их доставляют, в УВД держат там долгими часами сотни нас. Их многих вывезли за город, поместили, ну, под административный, там, 5-10-15 суток за городом. Многие были оштрафованы. Это грубейшее нарушение, так как все люди имеют право, даже по Конституции, все имеют право на свободу мирных собраний, свободу выражения мнений, свободу слова и свободу участия в политической жизни. И уже международные организации, все призвали Казахстан соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. Но пока я никаких продвижений в этом вопросе не вижу. Поэтому все нормально, мы живы, сегодняшний день показал и в предыдущие дни, что скоро мы будем праздновать, и этот день наступит уже совсем скоро. Всем спасибо.